Привет тебе Привет тебе Сегодня выпуск продолжаю Вет нафтику, вет пехота по нитке Видео серии может содержать следы продуктов животного происхождения Все которых когда-либо знало мое тело, любят покушать И с полок гипермаркетов берут много непонятных вещей, много непонятных баночках, потому что она им ярко светится либо по каким-то другим причинам улыбается, не стесняется и никогда не обращают на такую пометку, может содержать следы продуктов животного происхождения А вот кто может чуть больше стесняется всегда обращает внимание на такую пометку и даже в безобидных оливках может содержаться молоко Что у меня есть Что на меня есть у животных? У животных которые уже умерли, были съедены и человеческий организм привел восторг, в нестеснение в распутство, в развязанность и в остальное У них есть на меня только ресницы только ресницы мои не стесняются общаться с напротив меня персонажем сферы, которые на меня смотрят остальное на мне все это чай это чай, это чай, это чай, это чай, который мне приходится пить, потому что алкоголь, сигареты и другое человек стеснительный он уже употреблять не может Но и век пехотинцу по нитке этому, конечно, тоже придется научиться и многому придется научиться чтобы быть в дальнейшем, в будущем лет через 30, через 40 назвать себя Да, я был вегетарианцем Но Что на меня есть у животных? Знак вопроса У них есть на меня инстинкт 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 это способность совершать действия всем телом с руками, шеей и ногами инстинкт это спровоцированный акт некими внешними раздражителями атакуя внутренние убеждения осознанные рубежи комфорта инстинкт инстинкт это спровоцированный акт некими внешними раздражителями на устоявшиеся в памяти сложные поведенческие акты комфорта к примеру свои огромные оснащенные сложные коммуникациями жилища маленькие слепые термиты которые скоро проснутся в этом лесу заповеднике строят свои жилища в силу своего инстинкта и им не нужен высший диплом образование высшее сложное инженерное образование чтобы безошибочно сконструировать превосходную вентиляционную систему для своего жилища инстинкт это инертные действия которые совершаются автоматически не запоминаются инстинкт это действия где всегда все получится независимо от результата инстинкт это сложный поведенческий акт вшитый в генетическую память животных насекомых и всего генофонда земли включая растения вот в двух словах что мне пришлось выписать многие мои ровесники которые убежденно не стесняются и ведут римско-популяционный ритм жизни имеют подобно животным инстинкт для меня являются теми же самыми животными даже нет потому что животных мое тело уважает нечто другими сферами многие из моих ровесников совершают автоматические действия не стараются запомнить буквально ничего но и у них конечно же все всегда и везде получается они не зависят от результата у них нет способности дхармы у них нет способности обдумывать этот результат у них есть сплошной инстинкт отключенный от мышления поведение животных делится на три категории минимум категории инстинкт обучение и способность к рассуждению мое стеснительное тело достигло уже всех этих трех категорий обнаружив сходные категории в поведении в психологии с животными сходные манерческие элементы поведения своего тела с животными жизнь сама показала что у братьев моих меньших у братьев меньших человеческих признаки поведения практически такие же как у нас самих но у кого у нас самих у тех у тех кто имеет телевизор кто имеет диплом о высшем образовании природа и естествознание дали немало интересных результатов у обоих членов животного царства услышаны и усмотрены проявления коллективного интеллекта это стадное мышление это манеры и затеи это стадная поддержка либо стадное угнетение и этой проблемой будет посвящена вся моя жизнь насколько ее хватит как правило это выражается повторение всеми членами группы разных царств одного и того же действия к примеру ходить на работу ездить в маршрутке искать так сказать угнетенного угнетенного и поддать ему свое стадное мышление к примеру в животных царствах все конечно же намного сложнее в силу инстинкта и других категорий это то что мое тело знает из телевизора у них у них намного больше усложненный механизм их их часовой жизнедеятельности те или иные представители животного царства отмечают что положительным или отрицательными окрасками коллективный разум то есть массовая коллективная природа это природная идея эффективность группировки находить способность внутри групп видов и делать мутка это более эффективное решение целей и задач чем бы сделал бы индивид от этого мучается мое тело с раннего младенчества с хирургического младенчества гениально это действительно гениально и браво что спустя 30 лет мне пришлось подобрать слова и полностью убедиться в том что мне пришлось сказать в человеческом мире действительно происходит просто инстинкт и коллективный разум гениальность этой мысли состоит в том что в животном мире как и в человеческом социуме значение фактов для определения коллективного разума для определения каких-то целей и задач имеет численность группы и прочность социальных связей внутри этих групп мое тело мое тело пытается доказать что есть сама по себе букашка подобное моему телу существо безмозглое а вот с группой товарищей букашек объединенных общей целью это уже супер мозг к примеру можно зайти на мой инстаграм и к примеру вы сфера туризма в парикмахерской или даже являетесь там отцом основателем или кому-то подобным многие из ваших девушек дочерей будущих сынов это супер мозги на такого себе букашку как мое тело моя мутка с вашими мутками никак не сойдется численность вашей группы и прочность ваших социальных римских связей будет возрастать многие ваши дочери будут перенимать у моих сверстниц сестер общение по телефону и мучения животных уже в человеческой форме посредством чмоканья и причмакивания имитирования животных звуков это их инстинкт они больше ничего не смогут сделать к сожалению для вас инстинкт это сложная поведенческая интеллектуальная неординарность как комплимент своему телу своему мышлению один фильм на тему природы и многообразия ее жителей можно снимать не один и не два года если речь идет о всего лишь нескольких десятках видов насекомых на протяжении всего существования нашей планеты происходили вмешательства сети техник техники техника постоянно внедряла свои сети в мир зоопланеты к внезапным изменениям или постепенным природа давала ответ техники стихии а животные и насекомые и различные виды прямоходящих тысячи раз исчезали и появлялись так же происходит и сам себе букашка стайл таким же способом ваши дочери будущие посетители парикмахерских и салонах красоты нестеснительные люди будут изымать целые тела целые мутки к себе букашек использовать все различные вмешательства накопительные накопители неординарных знаний в сети техник которые они привели в силу инстинкта а вот один фильм сделать на тему многообразия и жителей природы это достаточно сложно но у многих это сделать получилось вы заселяете порно пастбище и радуйтесь своим постельным христианским изветвлением сами себе букашки это исключительное и примитивное сознание создание сознание их уже сложно встретить тем более когда мир состоит из 99 процентов нестеснительных людей у которых мясо и волосы и ногти радует наличие живых животных с высшей нервной деятельностью к примеру вот этих вот птичек которые сейчас поют это животные с высшей нервной деятельностью кошечку который я взял с собой вон она там смотрит на этот лес ничего не понимает потому что она животное домашнее то ли с помощью сети техник то ли с помощью молочных предков и их инстинкта супермозг коллективного сознания и тому подобное обучение специальное это было специальное обучение по постройке именно такого мира но он рухнул он рухнул но остатки остались каких-то тхарм частных радует наличие таких животных с высшей нервной деятельностью которых можно посмотреть большинство людей начала 21 века знают о таких животных которых часто мы знаем из посещений в зоопарке животные от кутюр их называют это те же самые слоны на котором я сижу и можно легко его погладить львенки и другие кутюр животные которые не годятся в пищу а есть скотина для еды не супер мозги хотя и они являются супер мозгом ведь их много и у них инстинкт они прошли свое обучение на своих фермах и являются уже супер мозгом для пищи человека скотина для еды аккуратно выложенные на прилавках маркет фуда обрезки животных одних берегут холят молятся на них лелеется на них а других не берут не молятся не берегут и используют их качестве закуски и основного блюда питания чтобы говорить себе что мое тело действительно красиво смотрится наравне с животными от кутюр аристотель был такой человек не рассматривал бережливость как добродетель ведь почему бы мне не съесть и львенка я же хочу еще и львенка я хочу еще съесть и жирафа хочу съесть почему бы мне не съесть жирафа а же же жираф это бережливость а он кутюр Аристотель не рассматривал такую бережливость как добродетель и не считал спартанскую бережливость таких владельцев зоопарков как крайностью, которая спасет Рим. А еще Аристотеля привлекала щедрость. Конечно, щедрость это с улыбкой на лице, с которой так расточительно пожирают акулатно выложенных скотинок, не кутер. Щедрость занимает среднее место между пороками человеков Рима. Расточительностью считается очень грешный человек. Крайняя бережливость считается тоже греховным образом в жизни. Так что щедрость это середина, это как середина тела. Есть правоверные люди, есть ультралевые люди, а есть люди середины. Это гипотетические люди, мифические люди, которые напридумывали себе много всяческих для себя историй. Одних животных мы бережем, всячески восхваляемся своей красотой рядом с такими животными, а другие подлежат расточительности и годятся в пищу, чтобы опять продолжить инстинктивное любование в сети техники. Римляне добавили бережливость в список своих добродетелей и построили специальные этнические, этические места, чтобы начало 21 века пипл смог поинтересоваться, кто же эти такие. Потому что им показывают только по телевизору экзотических кутюр животных. Характеризует римляне добродетель, как еще и экономию. Ее очень экономят за внешнюю ее простоту, что в такую добродетель, как зоопарк, можно прийти без скупости и угрызений совести, посмотреть на себя любимого, как их нестеснительная кожа светится без угрызений своей совести. Потому что есть римское право. Бережность, бережливость – это кутюр. Уверенно вошла в тхарму человека 20-21 века и римского начала. Бережность уверенно вошла в список буржуазных добродетелей. Считается, что объектом собственного внимания является бережливость. Себя надо любить и берегать. В этом нет ничего плохого. Середина – это щедрость. Один из стволов морали между скупостью и расточительностью. Римский уклад жизни считает и пишет скупость грехом большим, огромным недостатком в прямоходящем человеке. И инстинктивно он, как своя букашка, подлежит вырождению и уничтожению. Кстати, скоро будет раздел «Этики» Евгеника. И там говорится примерно о тех же римских добродетелях, как знания или письменность. А расточительность, отсутствие интереса к вещам, предметам или животным считается очень большим грехом. Как в данном случае данной темы, что мясо осталось только на ресницах. Аристотель считает, что люди в большинстве своем страдают избытком, то есть расточительностью. И безудержно употребляют то, что их больше всего красит с животными кутюр, с животными из зоопарков. Собственного внимания, животных собственного внимания. То есть бережливость и расточительность – это два больших греха, которыми подвержены буквально все. Другими словами, авторы жизни, которые страдают бережливостью или расточительностью, считают это уже за добродетель. А щедрость считают уже за нотку мяса на ресничках. А свинка, коровка, курочка или рыбка подлежат расточительности у авторов жизни. Пока тебя!